Здравствуйте! Вы смотрите программу «Моя планета» в студии Марии Шматковой. Сегодня у нас в гостях воспитанники спортивной школы «Корки-10» вместе с руководителем. Здравствуйте, Игорь Александрович! Здравствуйте, Мария! Здравствуйте, ребята! Прежде всего хочется поздравить вас с наступившим 2019 годом, ну а поговорить об успехах года ушедшего. Игорь Александрович, чем был наполнен 2018 год для вас и ваших спортсменов? Как и всегда, событиями, сборами, тренировками, соревнованиями. Очень много побед, много есть и разочарований. Мы в основном двигались вперед по нашей наклонной плоскости, двигались, двигались и додвигались до определенных успехов. Вот у нас, ребята, вторые в России сегодня. Ну, два сегодня в студии находятся спортсмена. Это Сергей Титов. Это Сергей Титов, категория 14-15 лет. И Василий Серебряков, 18-20 лет. То есть юниор и кадет. Так, по спортивной квалификации. Ну, что можно сказать? Много соревнований было всероссийского значения, и много международных турниров было. И вот последнее соревнование, которое запомнилось, это первенство России, на котором Сергей работал в финале. На первенстве России он очень удачно выступил, прошел много кругов и в финале уступил кабардинцу. Ну, уступил, так сказать, по таким... Мы очень прямолинейные и любим работать по правде, так сказать. А нас обманули. Не совсем честно. Сереж, как тебе показалось, чего не хватило в бою с кабардинцем? Наверное, не хватило настроя. Более. Он вышел настроеннее, более желал, наверное, победы. Вообще, для тебя этот был турнир сложным? Да, был турнир сложный. Проигрывал в финале 5-0. И отыграл 5 баллов. Счет 5-5. Две секунды осталось до конца боя. У них стычка там. По первому баллу у нас победу отдают тому, кто первый балл взял. Поэтому он проиграл. Ну, в общем, практически шаг в шаг. Ну, да. Получается, он практически не проиграл. Сейчас будут у них сборы. Он сейчас включен в состав сборной России. И уезжает через неделю на сборы. И там будет определяться состав сборной России для участия в первенстве Европы. Если там он себя проявляет уже более зрелым, более, как сказать, более зрелым, более опытным, и выиграет отборочные поединки у своего оппонента, то есть шанс, что он поедет защищать часть страны в Данию. Сергей, с кем удалось побороться на Татаме? Какие спортсмены из каких городов были на чемпионате России? Спортсмены из Новосибирска, Свердловской области, Астрахани. Вот тебе самому показались ребята, какие лучше подготовленные? Да, в основном мне показалось только подготовленные. Это кому я и проиграл, собственно. Остальные, в общем, не соперники уже нашим спортсменам. Потому что я помню прошлые года, когда Новосибирск был в лидерах, и прям бились-бились, и не всегда мы оказывались на пьедестале. А здесь все-таки уже произошел тот переломный момент. Он лично выиграл у новосибирцев несколько всероссийских турниров. Там прям плечо-плечо, очко в очко они шли. Но он выиграл у новосибирцев. А тут он очень легко переиграл. И те новосибирцы, это сибиряки, они работают как бы честно, открытой тактикой, понятной. Кабарда, они немножко все кавказцы, немножко с хитрецой. И на эту хитрецу мы немножко не были готовы. Но сделали выводы, Игорь Александрович. Выводы всегда делаем. Или все-таки оставить такая же тактика прямолинейная? Знаете, вот характер тяжело поменять. Очень тяжело. Поэтому если он привык баллы честно зарабатывать, такой честной позиционной борьбе, он так и будет бороться. Поэтому тут можно это все ускорить, отработать, учесть. Но манеру тяжело будет поменять. Василий, какие твои результаты на чемпионате России? На чемпионате России не очень. Не получилось в этом году отработать на чемпионате России достойно, так сказать. Но вот самый большой результат за год, это было второе место на Кубке мира в Хорватии весной. Ну, это, наверное, вот самая большая победа за год. Как ты к ней готовился? С кем пришлось бороться? Кто тебе противостоял? Это были одни из первых соревнований в моей новой возрастной категории, 18-20 лет. И я считаю, что я отработал достаточно достойно. То есть Василий тоже этот год был своего рода переломным и переходным? Ну, они же растут. И если они, вот сейчас, для него тоже, в следующий год будет переломным, переходит в другую категорию 16-17 лет. Этот 18-20 еще год и переходит уже в старшую категорию. То есть функционально они должны это понимать. И переход всегда тяжелый, они должны готовиться. И функционально, и психологически. Почему мы попадаем в другую категорию в финале, допустим, с кем-то и проиграем? Ну, немножко психологически, ну, не готовы, можно сказать. Потому что нужно быть готовым к любому поведению соперника. Когда тебя обманут, засудят и так далее, и так далее. Много всяких тонкостей. Но победа на чемпионате мира, Игорь Александрович? Ну, победа, она на второе место, да. Принесла приятных эмоций? Ну, конечно, это все равно приятно. Это какой-то определенный этап. Все все-таки спортсмены, они немножко зациклены на больших победах, на олимпийских играх. Тем более у нас каратес стал олимпийским видом. И все эти промежуточные циклы, они, ну, они приносят какое-то определенное удовлетворение за проделанный этап. Но все равно основная цель там – олимпийские игры. Есть у нас возможности? Есть ли шанс у наших спортсменов все-таки побывать, реализовать мечту учителя? Надо быть чокнутым в этом деле, надо быть чокнутым больше, чем учитель. То есть желание учителя – это 50%. Вторая составляющая – это их составляющая. Если они будут такие же упертые, такие же, все положат на алтарь отечества, весь свой труд, свою жизнь, тогда они достигнут. Если они будут только хотеть, но много спать, много есть, много отдыхать, мало тренироваться, то надо просто про это забыть будет. Но все-таки у нас в студии находятся спортсмены те, которые мало спят и много тренируются. Ну, нам повезло, пока такие еще есть. В том числе вы побывали в Европе, побывали в Венеции. Расскажите об этом первенстве. У нас есть следующие. И в этом году также будет 4 международных выезда. Это так называемые молодежные лиги, которые дают спортсмену перейти в высшую лигу. И таким образом вот эти молодежные лиги, они дают рейтинг спортсмену. Чем больше он там будет занимать призовых мест, тем больше у него будет возможности попасть в нормальную премьер-лигу, где все возрастные спортсмены. Те, которые будут участвовать в Олимпийских играх. Поэтому нужно их туда выкатывать, чтобы они обретали опыт, нарабатывали, знали своих соперников. Наверное, чтобы их в том числе брали на карандаш? Ну, конечно. И за ними присматриваются со стороны сборной России. Поэтому эти соревнования нам нужны. Мы туда будем ездить. И вот Сергей Титов очень удачно выступил на своем первом. Первый, это второй турнир уже в этом году у него был. У него Болгария была. Где он прошел тоже удачно. Там 4 круга и свалился на Болгарию. Он проиграл. Наверное, рассказывали тогда, да? А теперь он прошел 7 кругов. Выиграл у двух итальянцев, француза, португальца, славянца, румына. И в финале проиграл азербайджанцу, как и этот проиграл азербайджанцу в Хорватии. Вот Кабарда и Азербайджан. Это Кавказ, но здесь еще не можем с ними работать. Мы проигрываем, но учимся. Делайте выводы. Вы делайте не так сразу, наверное. Хотя какой-то определенный успех есть, смотря как на этот успех посмотрели. Если сказать, да, мы крутые, мы что-то уже выиграем, да. С другой стороны, мы же и проигрываем. Поэтому нужно смотреть реально на эти вещи. Мы где-то хороши, где-то не очень. То есть хороши, но не очень. Но вы довольны результатами 2018 года? Вот этим доволен результатом этого спортсмена, потому что он сборной России. И Василий пока, он был в сборной России, потом оттуда вылетел. И в связи с травмой в этом году ему тяжело восстанавливаться. Ему нужно какое-то время дать на то, чтобы травма залетилась, чтобы он немножко забыл, отвлекся от нее. Будем смотреть в следующем году. Потом он же студент. Студентами всегда плохо. Если этот учится и может позволять и много тренироваться, то студент московских вузов, он туда уезжает рано, поздно приезжает. У него меньше времени на его тренированность. Поэтому приходится как-то терпеть пока это время. Игорь Александрович, сколько сегодня в школе спортсменов? У нас спортсменов вообще в школе 350, а каратэ занимается 200 человек. У нас отделение хорошее в Одинцово. И у нас целые два года уже отделение детское ведет хороший тренер, который уже дети 10, 11, 12, 13 лет. Они выступают на первенствах России, Москвы и занимают призовые места. То есть это их смена. Хорошие есть кандидаты. Как удается в совершенно небольшой школе из маленького поселения, ну если рассматривать в масштабах даже страны, я не говорю, региона, удается завоевывать такие высокие результаты? Не знаю, секретов никаких нет. Вот они сидят без всяких секретов, простые ребята. Ну нужно просто трудиться правильно. Находить хороших учителей, находить хороших партнеров, находить хороших... Много копаться в информации, находить видеоматериал, разбирать его, усилить компоненты. И ставить цели и к ней идти. Тут как и в любом деле. Сергей, ну хотелось бы, конечно... Я понимаю, что в Венеции тоже не хватило, да, чуть-чуть? Да. Чуть-чуть. Опять полшага до победы не дотянул. Получается 7 поединков, из них которых я выиграл 6. Вот проиграл азербайджанцы. Затасичен крупным счетом, расстроен. А так, в общем, видно рост спортсменов, как они выступают. Очень сложно было биться с французом и с итальянцем. А остальные спортсмены немножко до уровня не дотягивают. То есть, в принципе, остальные были поединки достаточно легкие. Только уже чем ближе к финалу, но психологически все сложнее и сложнее. Да. Сколько лет ты занимаешься каратэ? 9. И как так получилось, что ты пришел в каратэ? Почему выбрал именно этот вид спорта? Мама привела вид спорта. Мне он сразу понравился. И поэтому я занимаюсь. Что дает тебе каратэ? И, конечно же, наверное, самый главный вопрос, который я когда-то задавала Василию. Чего тебе хочется добиться? Мне, как и всем, наверное, спортсменам, выиграть Олимпийские игры. Самый главный, самый важный турнир. Стать членом Олимпийской семьи? Да. Войти в сборную? Ну, сейчас уже в сборной, но пока Олимпийских игр нет у меня. Возможно, я попаду в 2024 году во Франции. Буду стремиться к этому. Игорь Александрович, а кто-то на первых играх Олимпиады, которые будут в 2020 году, попадет? Нет? Ну, у нас есть. В этом году закончился, прошел чемпионат мира в Мадриде. И наша команда, ну, впервые так ярко о себе заявила. У нас был один финал, финал, как за золото. Девочка проиграла, к сожалению, заняла второе место. И пять бронзовых финалов было. То есть пять могли человек стать бронзовыми медалистами. Но в жизни тоже все проиграли. Уровень, конечно, тех спортсменов и тех стран, которые зарекомендовали себя уже до... До того, как мы начинаем ходить, это очень высоко. И идет большая ротация спортсменов. Три-четыре года они уходят, другие заходят. И очень сильные японцы, французы, итальянцы, немцы, турки. Египтяне очень сильные. Мы как бы только туда стучимся, на самом деле. И пока мы не пройдем какой-то цикл международных боев, международных соревнований, крупных международных соревнований, нас никто не ждет. То есть надо очень серьезно готовиться. И самое главное, что вот этот год показал, что как только стали нас складывать деньги в сборную России, она стала выигрывать. Проводят в этом году очень много было сборов. И молодежные сборные, и старшие, они вместе тренировались. Результаты есть. Но как бы вот про секреты спросили. Да, вот секрет – это финансирование. Это хорошие условия. Это финансирование поездок, сборов, соревнований. Тогда как бы появляется тот резерв, который сидит где-то внутри, но который должен проявиться. Поэтому вот это секрет. Без помощи, без материально-технического оснащения никуда. Но вот мы без материально-технического оснащения можем до второго места дошли, и все. Потому что у нас спортзал, как в вашей студии. Ну, это не спортзал. Ну, куда такого спортсмена вы... Ну, просто детский сад. Мы занимаемся в детском саде. Вот наши условия. Поэтому, когда мы получим нормальные условия, тогда можно говорить о нормальных, таких достойных результатах для Московской области, для страны. Но, тем не менее, пока вы тренируетесь там, где тренируетесь, но какие делаете ставки на 2019 год? Ну, ставки какие? Такие ставки... Мы уже настолько, как бы, выросли, что нам неинтересно даже выиграть Московскую область. Мы пролетаем легко. Нам интересно выиграть Россию на официальных турнирах, то есть на первенстве России, на чемпионатах России. И выиграть все вот эти международные молодежные лиги, которые будут в этом году. Чтобы сделать наш уровень еще выше, спортсменов еще опытнее. И тогда есть возможность, допустим, молодых спортсменов выйти на те Олимпиады, которые будут впереди. Какие направления выбраны уже, определены? Где будут проходить соревнования? Куда отправитесь в ближайшее время? В ближайшее время, ну, у нас шесть турниров всероссийских. Это Санкт-Петербург, два, Липецк и Новосибирск, опять же, город Орел. И международные турниры у нас. Первый это будет в Зальцбурге, Астрия. Потом в Турции турнир будет. Потом будет турнир на Кипре. На Мексику, может быть, далеко ехать. И в Венеции. В общем, нам, как вы видите, скучать некогда. Еще будут официальные соревнования, которые вот первенство России. Спартакеада всегда, она летняя Спартакеада, она немножко выбивает. У нас летом вроде бы хочется отдохнуть. А Спартакеада – это такое ответственное мероприятие за область. И мы, как сборники всей Московской области, тем более я возглавляю команду сборной Московской области, как старший тренер. Нам придется опять все будет отдыхать, а мы работаем. Вы на самом начале нашей передачи уже сказали о том, что спортсмен-каратист не может не тренироваться. Это правда. Мне кажется, даже когда спит, он все равно тренируется. Выстраивает стратегии, разбирает ошибки и думает над тем, как в следующий раз не уступить финале России. Когда это случится, когда они во сне начнут думать, они не будут проигрывать на татаме. Они думают поздно на татаме. На татаме уже поздно думать. Надо думать во сне. В электричках, в метро, когда они едут на учебу. На лекциях даже, когда сидишь, может торкнуть, а надо было вот так записать. Писать надо. Василий, ну ты как считаешь, в этом покориться тебе? Россия. Россия? Россия, я думаю, да. А правился уже от травмы? Почти. Морально еще, ну как-то, я боюсь. Потому что получилось то, что в августе вот мне сломали челюсть. И как-то морально все равно не готов еще получать по лицу. Ну а у нас все равно приходится. Значит, нужно не пропускать удар? Это, конечно, но все равно без этого не обходится. Нет-нет, а что-то может прилететь, откуда ни возьмись. Ну здесь вот самое главное, наверное, побороть страх. Ну страх, да, это такое чувство, которое надо изжить. И нужно время, чтобы страх ушел. Ну нужно понимать это. Но у Вас и шансы есть победы? Ну, факт он хорошо сложен. Ну и если бы он еще был настолько трудолюбив и целеустремленный, то мы бы быстро с этим страхом справились и пошли дальше. Все зависит от него. Ну я Вам желаю, чтобы все страхи остались позади в вышедшем году. А впереди только победы и долгожданное золото. И возможность выйти на другой совершенно уровень и принять участие в будущем в Олимпийских играх. Ну да, но сейчас у Сережи хороший цикл начинается. Это сборы со сборной России. И если он там все хорошо управляет, как я уже говорил, у него шанс есть выступить за страну, побороться там на первенстве Европы в Дании. Ну поэтому... Но будем держать кулачки? Да, только сейчас остается сорганизоваться, терпеть, терпеть. И где-то там может быть успех. Будет золото. Да. Трудолюбивых всегда свыше должен награждать. Когда человек трудится, трудится, то к какому-то успеху придет. А если не трудится, то не надо мечтать. Спасибо Вам огромное, что нашли время, пришли сегодня в нашу студию. И желаем, конечно же, успехов и золотых побед. Спасибо, что приглашаете. А мы в свою очередь хотим поздравить всех Одинцовцев с Новым годом. пожелать также успехов, и чтобы все мечты, желания, цели, все осуществилось в этом году. И вам успехов. Так тому и быть. Спасибо Вам огромное. Вы смотрели программу «Моя планета». Всего Вам доброго и до свидания. Субтитры предоставил DimaTorzok